Здравствуйте дорогие друзья, с вами Владимир Пушкарев и мой бесплатный видеокурс Все секреты работы программы PowerPoint 2010 Сегодня мы с вами начнем второй урок Он будет не такой большой, какой был первый урок Короче, звучит он так Фишки интерфейса программы PowerPoint 2010 Почему я решил записать этот видео урок и выложить его в сеть Потому что пересмотрев первый урок, я обратил внимание, что на какие-то важные фишки интерфейса программы PowerPoint 2010 я не обратил ваше внимание А если этими фишками пользоваться, то вы намного быстрее будете создавать презентации И выкладывать их или в сеть, или показывать на уроках, в учебных аудиториях и так далее Прежде чем мы начнем говорить о фишках, давайте обратимся к двум коротким цитатам Эти цитаты принадлежат выдающимся умам человечества Одна принадлежит Эйнштейну, который сказал, что на неудачах можно чему-нибудь научиться Ну Эйнштейну, конечно, стоит доверять И когда, допустим, я прочитал эту цитату, я подумал о том, что люди вообще подразделяются на две категории Первая категория людей, которые боятся неудач И когда какая-то неудача в их жизни происходит, они опускают руки И есть вторая категория людей, которые при любой неудаче понимают, что это просто небольшая пауза Небольшой крюк в движении к цели И что преодолев, пережив эту неудачу, человек все равно будет двигаться вперед Ну а что дает силу человеку двигаться вперед при неудаче, это Об этом сказал Бальзак, вот в другой цитате Неудача всегда дает нам чувствовать силу наших стремлений То есть, какие у вас стремления, какое у вас желание добиться той цели, к которой вы стремитесь Так вы и реагируете на неудачу Если у вас стремление сильное, то неудача вас не смутит А если вы просто захотели, а потом произошла неудача и вы перехотели Значит, никакой силы стремлений достичь чего-либо в жизни у вас нет Итак, перейдем с вами к фишкам интерфейса программы PowerPoint 2010 Первое, на что я хотел обратить ваше внимание, это на возможности перемещения по слайдам в презентации Как можно перемещаться? Если у вас уже приготовлено несколько слайдов Вот у меня уже приготовлено 10 слайдов То можно просто-напросто пользоваться колесом прокрутки То есть, вы двигаете колесо прокрутки и нажимаете на тот слайд, который вам необходим Ну, согласитесь, это очень неудобно То есть, нужно и нажать на колесо прокрутки, а потом нажать на слайд Это не очень удобно Разработчики программы учли этот момент И они приготовили еще один вариант для перемещения по слайдам Можно щелкать по кнопкам в виде двойных стрелок на линии прокрутки Вот здесь, в нижнем правом углу, есть двойные стрелки на линии прокрутки Вот если мы нажимаем на нижнюю То у нас получается нижний слайд, нижний, нижний, нижний А если мы хотим пойти наверх, то мы нажимаем верхние двойные стрелки И еще Можно пользоваться клавишами Если вы нажмете на клавиатуре клавишу AND То вы сразу попадаете на последний слайд презентации А если вы нажимаете клавишу HOME Домой То вы попадаете на первый слайд вашей презентации Так как перемещение по слайдам очень важная функция И когда вы будете рассказывать, представлять свою презентацию аудитории То надо четко запомнить, как вам лучше всего двигаться по слайдам Следующее, о чем мы с вами поговорим, это о вкладке слайды С правой стороны у вас находится вкладка слайды В этой вкладке все слайды даны в виде миниатюр То есть вы можете видеть все эти слайды, которые вы создали Вот И вы можете перемещать их также положение с помощью мыши То есть вы зажимаете кнопкой необходимый слайд Допустим запуск программы И переносите его выше И слайды меняются местами Во вкладке слайды Есть Очень важный элемент Который называется структура Давайте нажмем Вот видим у нас слайды И следующая кнопка структуры Давайте нажмем на нее И что мы видим Мы видим, что все слайды у нас даны тезисно То есть выписаны тексты, которые мы использовали при создании этих слайдов Мы можем любой текст в вкладке структура поменять То есть мы просто-напросто щелкаем мышью И мы можем сразу же слайд редактировать Допустим мы можем написать У человека есть одно замечательное свойство А мы можем вставить здесь у каждого человека И нам не надо редактировать Открывать слайд И редактировать непосредственно на слайде Вот изменение текста этого слайда То есть это очень и очень удобно Запомните об этой важной кнопке Структура И о том, что она поможет вам Очень быстро Изменить тот текст Который вам необходим Вот допустим Если вы захотите Закрыть панель слайда То есть вы нажимаете на кнопку X Скрещенные две палочки И панель слайда у вас закрыта И соответственно Вы можете видеть свой слайд В более масштабном виде В более четком И работать с ним Но затем вам понадобилось Опять вернуть панель Слайды Что вы делаете? Вы подводите курсор Границы И начинаете вести его И у вас опять Эта панель открыта То есть вы можете увеличить Размер так как вам в принципе надо То же самое вы можете сделать И с панелью заметки Вот обратите внимание Сейчас у меня панель заметки скрыта Я ее могу всегда вернуть То есть я подвожу К нижней границе И начинаю вести Допустим вот такой У меня очень большой текст Который я должен сделать Для заметок Вот допустим я читаю лекцию В университете И мне нужно очень большой текст Что я могу сделать? Я могу просто-напросто Таким образом Уменьшить Основной слайд Он будет у меня тоже В виде миниатюры И площадь Для текста заметки У меня увеличится И последняя фишка Которую я хочу сегодня вам рассказать Это фишка О том как работать с складками Бывает ситуация Когда вам надо скрыть Все вкладки Чтобы они вам не мешали Как это сделать? Надо просто-напросто Два раза щелкнуть По любой вкладке И сразу же Вкладки Вкладки Панель вкладок у нас закрыта А чтобы вернуть Панель вкладок Чтобы раскрыть ее Вам надо просто-напросто Щелкнуть Также два раза Мышкой По любой вкладке И опять Вкладка у нас Открыта Я вам рассказал О некоторых фишках Которыми можно пользоваться При создании презентации Большое спасибо за внимание Всего вам доброго С вами был Владимир Пушкарев Продолжение следует...